Допинг-скандал с российскими легкоатлетами набирает обороты. Уже несколько дней отстранение нашей сборной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро тема номер один в спортивном мире. Но решение антидопинговой комиссии ставит под угрозу выступления в Бразилии вообще всех спортсменов-легкоатлетов. Репортаж Антона Верницкого. Несмотря на известие об отстранении Федерации Легкой Атлетики от всех спортивных соревнований, сборная обстановка рабочая. Судя по словам наших олимпийских чемпионов, которые сегодня встречались с журналистами, они по-прежнему надеются на то, что чистые, то есть неупотребляющие допинг-спортсмены будут допущены к играм 2016 года в Бразилии. Для Елены Исимбаевой эта Олимпиада уже пятая в ее карьере. Когда я на весь мир объявила, что 2016 год это заключительный год в моей профессиональной карьере, что после олимпийских игр в Рио я заканчиваю спорт, сталкиваюсь с этой проблемой, которая не имеет никакого отношения ко мне. Отсюда вопрос, почему я, почему такие, как я, чистые и честные спортсмены, подтверждающие это на протяжении всей своей карьеры, должны страдать за ошибки более безответственных спортсменов. Я считаю, что в этой ситуации должны разбираться точечно. А вот Сергей Шубенков, чемпион мира в беге с барьерами, на Олимпиаду должен был поехать впервые. На сегодняшний день он лучший в мире в своем виде спорта. Он рассказывает, что в его семье уже была история с отлучением от Олимпийских игр. В 80-х его мама Наталья Шубенкова на тот момент лучшая в мире в Семиборье из-за бойкота Олимпиады сначала со стороны США в 80-м, а затем СССР в 1984-м, когда наша сборная не поехала в Лос-Анджелес, так и не смогла выступить на главных стартах всей планеты. Я-то думал, что мир уже другой, и подобного уж со мной-то точно не произойдет. Но вот опять получается так, что мы, тренируясь честно, соревнуясь честно, получаем такое решение сверху от чиновников, которые говорят, что ты все равно не можешь выступать на международных соревнованиях, просто потому что твои коллеги по сборной так себя плохо и нехорошо ведут. А вот в чем виноват я? Что я такого должен сейчас сделать? Или что я должен был такого сделать, чтобы не состоялось это решение? В свою очередь Анна Чичерова, олимпийская чемпионка последней Олимпиады в Лондоне в 2012-м в прыжках в высоту, надеется, что решение об отстранении наших спортсменов от спортивных соревнований под эгидой Международной Федерации Легкой Атлетики все-таки будет пересмотрено. Был выдвинут план по выходу из этой ситуации. Я очень надеюсь, что мы за короткий период сможем все это как-то воплотить и восстановить свое реноме. В любом случае мы временно отстранены, поэтому есть условия, по которым мы можем эту репутацию восстановить. Одновременно с началом этой пресс-конференции взял курс на США самолет, в котором на сессию Всемирного антидопингового агентства ВАДА вылетела делегация России. Начало ее работы запланировано на вторник. Главный вопрос о том, что же за рекомендации там будут даны по реорганизации, как лишенной аккредитации Российской антидопинговой лаборатории, так и всего российского антидопингового агентства РУСАДА. Учитывая, что эти организации независимы от Министерства спорта, в деятельность оперативно этих двух организаций мы вмешиваться не можем. То есть их контролируют, все механизмы контроля есть у ВАДА. Мы поддержим любые рекомендации в отношении двух этих организаций и будем полностью содействовать им. Тем временем в прессе активно обсуждается тема крупнейшего за последние годы антидопингового скандала. До этого таковым считался скандал 2012 года с американским велогонщиком Лэнсом Амстергом, который под прикрытием лечения от рака многие годы пользовался запрещенными препаратами и выигрывал практически все старты. Газета The Times в своей статье под названием «Другие нации также виновны» приводит слова Виктора Конта, человека, который стоял за крупнейшим в американской лёгкоатлетике скандалом с химическими препаратами, за что даже отсидел в тюрьме. Он заявил журналистам, что еще в 2007 году понял, что всемирное антидопинговое агентство далеко не всегда борется за чистоту в спорте. Даже когда им давали телефоны, адреса тех, кто снабжал спортсменов препаратами, они ничего не делали, просто отворачивались. По-моему, ВАДА была создана не для защиты спортсменов, а чтобы подстраховать спонсоров. И сегодня же стало известно, что пойманная на допинге Юлия Степанова и её муж, уволенный из РУСАД за то, что снабжал её запрещенными препаратами, герои фильма телеканал АРД, на словах которых строились все обвинения против Федерации лёгкоатлетики России, якобы попросили убежище в Канаде. И вот сейчас, после этого фильма, выясняется, что эта пара проживает в Канаде и попросила политическое убежище. Но всё это ещё раз подтверждает то, что весь этот скандал, который разразился, начиная с того фильма по немецкому каналу, и вот это решение ВАДы, всё это, безусловно, попахивает грязной политикой, к сожалению. До этого Всемирное антидопинговое агентство сняло наказание со Степановой с формулировкой «борец за чистоту спорта». Антон Верницкий, Елена Кузнецова, Нина Эшба, Первый канал.